В этом бутике, расположенном в одном из крупных торговых центров Бишкейка, продают обувь, которая в основном поставляется из Германии. Год назад владелец магазина начал использовать контрольно-кассовую машину, чтобы соблюдать законы сделать торговлю более прозрачной. Каждому клиенту выдается чек, что удобно как для ведения бизнеса, так и для налогоплательщиков. Данный ККМ аппарат очень легок в использовании, а самое главное все прозрачно и чисто. То есть каждый клиент знает, на какую сумму он совершил покупку и сколько мы в целом за день сделали, совершили на какую сумму покупку. Срок обязательного использования контрольно-кассовых машин перенесен на 1 июля. Это означает, что через два месяца торговля на патентной основе в стране будет прекращена. Лица, занимающиеся коммерческой деятельностью, должны выбрать между общим или единым налоговым режимом. В частности, на упрощенном системном оборудовании на основе единый налога, там для субъектов предпринимательства имеются следующие ставки. Нулевая ставка, это субъект освобождается от уплаты налога, а также предоставление отчета. 0,5% и 1%. Если субъект не осуществляет экспорт и импортные операции, они имеют право применять 0,5% и 1%. Также есть стандартная ставка, без ограничения в урочке, ставка 4,2%. Кроме того, имеется ставка для рынков и минировок, включенных в реестр кабинет министров. Это 0,1%, годовая урочка которых не превышает 100 миллионов сумм. Для рынков Дордой и Карасу, соответственно, налоговым кодексом, они определены как стратегические объекты, они перейдут на уплату налога в зоне торговли с особым режимом. Там ставка у нас фиксирована и в зависимости от оборота они будут платить ежемесячно фиксированную ставку налога. Контрольные кассовые машины являются важным элементом в системе фискализации налогов. Ее внедрение способствует значительному улучшению прозрачности экономики и выведению ее из тени. Ранее предприниматели, независимо от уровня доходов, платили одинаковые налоги, что создавало несправедливость. Отмена патентной системы в торговле способствует более справедливому налогообложению и содействует развитию честной конкуренции среди предпринимателей. Для того, чтобы был более мягкий переход для малого бизнеса, было принято решение их полностью освободить от налогов с единственным требованием применять контрольные кассовые машины, чтобы знать, что этот порог не превышен. С января этого года 8 миллионов увеличен до 15 миллионов. То есть до 15 миллионов, если предприниматель не превышает свой оборот, то он может зарегистрироваться на едином налоге, не уплачивать налог, то есть 0 процентов ставка, применять контрольные кассовые машины, иметь не более двух нанятых работников и уплачивать только страховой полис, который равен тому размеру, какой был и при работе с патентом. Работа с патентной системой полностью отменена для предпринимателей, занимающихся торговлей. Однако те, кто предоставляет личные услуги, например, преподаватели, продолжают использовать патентный режим. Субтитры создавал DimaTorzok